Доброго времени суток, дорогие рукодельницы! Я рада вас вновь видеть на своем канале! Сегодня мы с вами будем вязать вот такой вот интересный двухцветный узорчик крючком. Вяжется он очень просто, а смотрится интересно. Для вязания я буду использовать два контрастных цвета пряжи и крючок, который подходит по размеру к моей пряже. У меня это троечка. Ну что ж, давайте не будем затягивать и приступаем к вязанию нашего узора. Начинаем наше вязание. С цепочки из воздушных петель. Количество воздушных петель должно быть кратно 2 плюс 1. Первую петлю мы не затягиваем. Это наша первая рабочая. Дальше считаем вторая. Теперь опять первая, вторая, первая, вторая, первая, вторая, первая, вторая. И вот так набираем цепочку кратную 2. Такой длины, какой нам необходимо для нашего изделия. Вот я набрала цепочку кратную 2 и провязываю еще одну петлю. И вот у нас цепочка кратная 2 плюс 1 воздушная петля. Теперь здесь первую, вторую петлю пропускаю, а в третью вяжу столбик без накида. И теперь до конца ряда в каждую петельку мы с вами провязываем по столбику без накида. Вяжем так до конца ряда. Вот я провязала столбиками без накида до конца ряда. Теперь провязываем воздушную петлю, разворачиваем вязание и будем вязать под 2 стеночки петли. Наш первый столбик провязываем столбиком без накида. Воздушная петля. Одну петлю пропускаем, во вторую, опять же под 2 стеночки вяжем, провязываем столбик без накида. Воздушная. Одну петлю пропускаем, во вторую вяжем столбик без накида. воздушная одну пропускаем во вторую столбик без накида и вот таким образом мы с вами провязываем до конца ряда когда мы дошли до конца ряда провязали последнюю петлю мы берем новый цвет и теперь протягиваем через нашу петельку и провязываем 1 2 3 воздушная белую нитку мы не обрезаем она нам еще будет нужно разворачиваем вязание теперь смотрите у нас вот здесь вот образовались такие вот промежутки там где у нас были воздушные петли вот сейчас мы будем вязать сюда мы делаем накид вот этот хвостик я в первом промежутке обвяжу слегка и вот в этот промежуток я вижу недовязанный столбик с накидом то есть провязываю 1 и оставляю на крючке накид в эту же точку вытягиваю провязываю раз оставляю на крючке это второй столбик накид и сюда же третий всего три недовязанных столбика теперь провязываем их вместе и закрываем теперь находим следующий промежуток следующую точку где у нас была воздушная петля и сюда также повторяем накид 1 недовязанных столбик накид сюда же 2 недовязанных столбик накид сюда же 3 недовязанных столбик теперь все петли на крючке провязываем вместе закрываем находим следующий промежуток повторяем накид в промежуток там где была у нас воздушная петля провязываем 1 недовязанных столбик накид сюда же 2 недовязанных столбик накид сюда же 3 недовязанных столбик и теперь все петли на крючке провязываем вместе и закрываем его таким образом мы с вами провязываем все наши промежутки которые получились то есть те места где у нас прошлом ряду были провязаны воздушные петли и хорошо видно провязываем до конца ряда вот он конец ряда провязываем последний промежуток 1 недовязанный столбик 2 3 все петли вместе закрываем вязание и теперь вот сюда вот в последний наш столбик без накида мы просто провязываем столбик с одним накидом дальше следующий ряд мы начинаем с вами с одной воздушной петли разворачиваем вязание и теперь вот сюда вот между одним столбиком и нашими тремя столбиками мы провязываем в этот промежуток вяжем столбик без накида теперь у нас вот здесь вот где было три столбика у нас есть петля вот она она как бы одна единственная до которой мы с вами закрывали столбики вот в нее мы будем вязать под две стеночки провязываем столбик без накида теперь опять в промежуток между нашими вот этими элементами столбик без накида следующую вершинку трех столбиков столбик без накида промежуток вершинку промежуток вершинку и вот таким образом мы с вами провязываем до конца ряда конце ряда мы с вами провязываем столбик без накида в последнюю тройку и столбик без накида последний вот этот вот наш столбик состоящий из трех воздушных петель и теперь берем предыдущий цвет и протягиваем через нашу петлю красную нитку я не обрезаю 1 воздушная разворачиваем вязание теперь смотрите провязывая в первый столбик в первую петлю под две стеночки столбик без накида следующую петлю точно также столбик без накида то есть начале рядом с вами провязали два столбика без накида теперь делаем накид находим нашу связку из трех столбиков первый пропускаем а второй столбик вот таким вот образом как бы обвиваем крючком вытягиваем ниточку провязываем 1 и 2 и у нас получился лицевой рельефный столбик 1 воздушная и здесь смотрите в следующую петлю сразу это та петля которая у нас была провязана в промежуток вяжем столбик без накида теперь будьте внимательны здесь дальше будет плюс минус также только и того что мы с вами будем немножечко менять вязание то есть мы с вами провязали один столбик здесь вначале было два столбика без накида теперь будем вязать один столбик без накида сразу делаем накид следующий первый пропускаем второй обвиваем провязываем рельефный столбик с накидом 1 воздушная и теперь смотрите предыдущем столбике мы с вами не пропускали петлю она у нас была уже занята а здесь мы с вами одну петлю пропускаем и будем вязать во вторую то есть вот здесь у нас была провязана следующая свободно мы ее пропускаем следующую вяжем и вяжем опять в ту петлю которая была в промежутке вяжем столбик без накида дальше вновь повторяем делаем накид на крючок второй столбик обвиваем провязываем рельефный столбик с накидом провязываем воздушную здесь вот здесь была провязана у нас видите вот здесь мы пропускаем следующую петлю вяжем как раз та петля которая была провязана в промежуток давайте еще раз провяжем делаем накид находим второй столбик обвиваем его провязываем рельефный столбик с накидом провязываем воздушную здесь вот эта петля занята вот эту пропускаем авто петельку которую которая у нас была провязана в промежуток в нее вяжем столбик без накида и таким образом мы с вами провязываем до конца ряда в конце ряда я провязываю последний рельефный столбик одна воздушная и вяжу последний столбик без накида в последний столбик предыдущего ряда дальше одна воздушная разворачиваем вязание и смотрите провязываем в первый столбик столбик без накида воздушная петля теперь видите у нас вот здесь получились такие галочки вот в них мы будем вязать провязываем в первую галочку столбик без накида дальше воздушная петля следующую галочку столбик без накида воздушная петля следующую столбик без накида воздушная петля следующую столбик без накида Вот таким образом провязываем до конца ряда. В конце ряда провязываю последнюю галочку столбиком без накида и последний столбик, дальше без всяких воздушных петель, сразу провязываю последний столбик без накида. Теперь меняю нитку, протягиваю ее, провязываю 3 воздушные, 2, 3, разворачиваем вязание и теперь у нас будет повторяться вот этот вот ряд. То есть мы с вами находим промежуток там, где была у нас воздушная петля, сюда вяжем 3 недовязанных столбика с накидом. 1, 2, 3, теперь провязываем все вместе столбики, закрываем, находим следующую точку, провязываем 1 недовязанный столбик, 2, 3, провязываем вместе, закрываем, следующий промежуток точно так же, 1 недовязанный столбик, 2, 3, провязываем все вместе петли, закрываем. Таким образом провязываем до конца ряда, то есть смотрите, у нас получаются вот эти элементы, 3 столбика, над предыдущими 3 столбиками и над вот этим вот столбиком рельефным. Заканчиваем наш ряд так же, как и здесь, то есть провязываем в последний промежуток 3 недовязанных столбика, 1, 2, 3, провязываем все петли, закрываем их и в последний столбик предыдущего ряда вяжем столбик с накидом. Смотрите, дальше мы с вами повторяем вязание, так как вязали после вот этого ряда из 3 столбиков, то есть точно так же все ряды без изменений. И таким образом мы с вами можем провязать столько рядов, сколько нам необходимо для нашего изделия. Если вдруг где-то что-то забыли, просто возвращайтесь на те ряды предыдущие, которые мы вязали с вами вместе. Вот я провязала еще несколько дополнительно рядов. И смотрите, провязала последний ряд белым цветом, там где у нас были рельефные столбики. И допустим, мне нужно уже закрыть вязание, то есть провязать последний ряд, и чтобы он у нас был точно такой же, как в начале ряда, мы его просто сделаем столбиками без накида. Мы провязываем воздушную петлю, разворачиваем вязание. Теперь в первую петельку, где вот у нас как бы галочка была, мы провязываем столбик без накида. Теперь смотрите, перед галочкой, перед следующей, у нас тоже есть петля. Тут формально получается как бы две петли. Одна и вторая, но мы провязываем только одну. Первую, вот она, первая, формально мы ее пропускаем, во вторую, под две стеночки мы вяжем столбик без накида. Теперь там, где была галочка, вяжем столбик без накида. Теперь опять одну пропускаем, во вторую вяжем столбик без накида. Там, где галочка, столбик без накида. Дальше одну пропускаем, во вторую, столбик без накида. И там, где галочка, столбик без накида. И вот таким образом мы с вами провязываем до конца ряда. Вот я провязала до конца ряда и теперь этот край у нас точно такой же, как и этот. На этом мой мастер-класс подошел к концу. Надеюсь, что вам понравился данный узорчик. Если это так, то ставьте лайки, пишите ваши комментарии. А также не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропускать мои дальнейшие мастер-классы. Ну а я с вами прощаюсь. До новых встреч. Пока-пока!